Как дробить на разделы? Как дробить на сообщения? И ответ очень простой. Если вы относитесь к этому тексту как к чему-то монолитному, вы передаете человеку задачу полноценную целиком, от начала и до конца. Монолитная задача, монолитный текст, значит, это одно сообщение. То есть смотрим вот так, вот так можно подойти. Вы хотите сообщить команде про изменения в каком-то продукте. И вы хотите, чтобы команда обсудила каждое отдельное изменение или задала вопросы каждой конкретной новой фичи. Вы тогда берете свой текст, делите его по фичам и делаете, например, пять разных сообщений с каждой из фич. И люди уходят обсуждать каждую из этих фич отдельно в скрытую ветку в Slack. Если же вы хотите поставить человеку задачу, и ему нужно обсуждать целиком всю эту задачу, то это будет одно сообщение. То есть монолитный текст одно сообщение, а если каждый элемент подлежит обсуждению, то это будут разные сообщения. С точки зрения Slack это будет выглядеть примерно так. Я могу сейчас некрасиво нарисовать, но вы меня поймете. Там вариант А, монолит. Вы присылаете одно длинное сообщение. И там типа задача по изменению тарифных планов. Мы там меняем то-се. Под заголовок 1 объяснили. Под заголовок 2 объяснили. Под заголовок 3 объяснили. Это вариант монолитный. Все в одном сообщении. А вариант Б, дробность. Вы говорите, чуваки, сейчас будет сообщение. Сейчас будет анонс новой функциональности. Пожалуйста, потерпите. Первое сообщение. Под заголовок. Тут объяснение, что мы сделали. Там мы буллеты проставили, что не так. И при необходимости люди ушли это обсуждать. Потом следующее сообщение. Также стоит под заголовок. Вот что мы сделали. Вот зачем. Вот как. Что. И люди при необходимости ушли обсуждать. Вот это. Ну и повторяется нужное количество раз. По сути, как бы, и то, и другое вы делите ваши длинные сообщения на блоки. Просто в первом случае вы отправляете это как одно сообщение, а в другом случае вы это дробите. Путать одно с другим нельзя. Вы наверняка встречали ситуацию такую дурную, когда какой-нибудь человек сел в Word, написал вам какой-нибудь длинный вопрос, предложение или дал обратную связь какую-нибудь. Сел в Word, написал длинное сообщение. И там, например, у него к вам пять вопросов. И он присылает вам вот это вот одно длинное сообщение. И он говорит там, Вася, привет, тра-та-та. У меня к тебе пять вопросов. Раз, два, три, четыре, пять. Там, пожалуйста, ответь. И ты смотришь на это сообщение и думаешь, господи, как мне на это отвечать. Ты начинаешь как бы в ответ на это сообщение писать ответы. И тебе приходится самому писать. Один. Ах, написал. Потом два. Написал. Ну и вот неудобно. И у тебя к этому одному сообщению приходят пять ответов. Гораздо прикольнее, если такое сообщение с пятью разными вопросами. Вместо этого лучше его разделить на, типа, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все, побили на пять сообщений, раз это пять вопросов. Ну и какое-то еще вступительное сообщение тоже добавили. Вот пять сообщений и вступление. Вот. Получается, что гораздо грамотнее, когда у вас есть возможность дать человеку, типа, удобный интерфейс для ответа. И если это пять вопросов про разное, то лучше это не в одном сообщении, как вам было бы удобно, а пятью разными. Почему так может быть? Потому что кто-то сидел хорошо, старался сформулировать для вас пять вопросов, и ему просто удобнее копипейст сделать в Slack, например. Но этим неудобно пользоваться, поэтому за этим нужно проследить, удобно ли отвечать. То есть это вот плохо, а это более-менее окей. Вот примерно так про деление на раздел и деление на сообщения.